Борис Васильевич Борис Васильевич, а то у нас учитывается Попроси, если партнер 5 секунд, а расставить на доске результат партии Вчера это не сделали, как бы в интернете не было Нет, я вчера написал Мы просили секундочку, да, просто как партнер дойдет Так, Виктор Львович, я прошу прощения, я вчера, оказывается, опоздал, я не знал этого Я опоздал на игру, я этого не знал, потому что, я думаю, что я вовремя пришел Во-первых, еще раз, есть две минуты, но обеднее Ничего, да Ничего, да Неправильно свои сы получаются Хорошо по продаже Спасибо за просмотр! Спасибо! 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 Как мне, во-первых, я их радовался держать подлинный Произошло то, что в примерно равной позиции Борис Васильевич Постке сделал два неудачных хода, и эта примерно равная позиция, к сожалению, для него закончилась поражением Нужно сказать о том, что, несмотря на разницу в возрасте, как мы знаем, Виктор Львович старше Борису Васильевичу на 7 лет, но, Но, тем не менее, Виктор Львович продолжает активную шахматную деятельность, играет во многих личных и командных соревнованиях и достаточно успешно борется с молодыми шахматистами. А Борис Васильевич Спасский уже достаточно давно отошел от практической игры. По крайней мере, лет 10 мы не видели его в каких-либо официальных соревнованиях. Естественно, этот момент накладывает свой отпечаток на противостояние. Еще раз говорю, несмотря на разницу в возрасте, получается так, что Виктор Львович Коршной наоборот ищет борьбы, он идет в осложнение, он пытается обострить игру, опять-таки использует то обстоятельство, что он более наигран, он лучше чувствует позицию, лучше считает варианты и тому подобное. А Борис Васильевич, наоборот, ему лучше играть более спокойно, как бы так, на технику, ну, опять-таки, вот, учитывая фактор все-таки отсутствия игровой практики. И вот во вчерашней партии Виктор Львович, в общем-то, очень хорошо реализовал вот эту вот модель, так сказать, обострения, создания каких-то осложнений. Он достаточно нестандартно разыграл ситуацию в дебюте и создал определенные проблемы для черных. И несмотря на то, что до какого-то времени Спасскому удавалось эти проблемы решать, но в решающий момент он допустил ошибку и все-таки партию проиграл. Теперь посмотрим, что у нас происходит сегодня. Сегодня, на мой взгляд, пока борьба все-таки складывается все-таки в пользу Спасского. И вот эта стратегия, значит, вот о которой я говорил вчера, она все-таки пока, как бы, работает на него. Ну, дебют он тоже разыграл немножко необычный, была разыграна французская защита, но уже буквально со второго хода они ушли в сторону от каких-либо теоретических вариантов и началась, что называется, своя игра. И вот в этой игре пока, на мой взгляд, ситуация все-таки складывается для Спасского более благоприятно. Сейчас на доске примерно равная позиция, но характер игры как раз такой, что Спасскому, на мой взгляд, играть легче. То есть у него есть определенное давление, его, так сказать, фигура занимает активные позиции. Несмотря на то, что у черных позиция достаточно прочная, ну вот здесь мы видим типичную позицию с так называемой изолированной пешкой. У белых вот изолированная пешка на Д4, черные фигуры конь на Д5 хорошо контролируют поле перед изолированной пешкой, пункт Д5. Но, тем не менее, все фигуры белых достаточно активно расположены, и у них есть различные возможности игры в центре и, может быть, на королевском фланге. Черным же нужно где-то так аккуратно, может быть, достаточно и в то же время пассивно, но аккуратно... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...